Сегодня суббота 28 июня 2014 года Вот мы находимся в Латвии Венсполс Сюда я стремился 52 года Как я? Господи, прости меня В покое в убителях небесных Михаила и Иоанна Все эти годы я воображал, как приеду сюда Улица Карла Розенберга, 18-4 Это вот здесь это здание было? Как пойду в этот дом На те половицы склонюсь, где я впервые услышал о Христе по Евангелию Где Еремеев Михаил Александрович и Анна Матвеевна, жена его Карла Розенберга, 18-4 Дали в руки Новый Завет в черном переплете Дерматиновом Где я записал первые слова о том, как родился Христос Я ничего не знал этого Хотя был верующий с самых, говорит, младых ногтей А знал что? Что есть страшный суд и огонь вечный, который для меня уготован Никакой надежды на спасение не было Хотя я был ни блудник, ни матершинник, ни вор Но я был погибший грешник И об этом мне свидетельствовал Дух Святой Я теперь знаю, это было избрание мое В это время я учился в мореходном училище Рижское высшее Работал матросом Здесь в порту стоял наш Черноморец И вот однажды я... Вот Господь ловит-то на чем что любишь Я любил бабушек А мне 23 года Помочь как-то надо И вот одна несла сумки две Мы сейчас туда съездим, к тому месту мы нашли его Я подскочил к ней, а сам сошел на берег Чтобы сходить в кино А поднесла сумки и спросила А где-нибудь молятся у вас люди? Я думал, какие-то староверы, может что-то есть Она говорит, вот, показала И там оказался молитвенный дом баптистов Мы сейчас туда проедем Но он был на латышском языке Я уже по-латышски разговаривал Подошел человек, вот что означает, внимание У нас православных век-то никому не нужен Пришел, ушел он Вы хорошо понимаете? Это спрашивает А вы откуда? Я говорю, да я вот тут, наш корабль в порту стоит Но я говорю, ничего не понимаю Как не понимаете? Он спрашивает по-латышски Я отвечаю Я говорю, я эти слова не понимаю Блаженный, нищий, духом Он говорит, через дверь провел И тут, говорит, русское собрание Но я и там ничего не понимаю Но вышел, когда они молились, склонились Я перешагнул через них, через этих людей И пошел на улицу И за мной быстро вышел человек небольшого роста Это был Михаил Александрович Еремеев А кто вы такой, откуда я сказал? И он мне сразу дал свой адрес Приходите к нам Бог любит рыбаков Я был не рыбак И вот этот дом здесь был Мы сегодня его долго искали Эту улицу, ее переименовали Ну, никто не знает Ни милиция, ни полиция Ни люди, ни таксисты, никто Тогда мы решили по названию как-то Около крутиться Около этого молитвенного дома баптистов-то И вот нашли улицу Карла Одна женщина с собачонкой гуляет И она увидела Мы поговорили Она говорит, есть тут Но мы с ней расстались Но она точно не могла сказать И мы вокруг обошли И она с собачкой опять увидела нас И машет рукой То есть мы на нее Она поняла, что мы кружимся на одном месте Она говорит, вот это Карла Розенберга Ну, мы пришли Вот оказалось дом 16-й Ну, кого спросить Я спросил женщину Она не знает Я говорю, нам нужно старого человека Который знает это И она соседке долго стучала Как ее, Лерита? Сейчас, сейчас Сейчас, посмотри, как ее звать И эта бабушка нам Легита Легита И она сказала Да, здесь был дом Дом этот 18-й дробь 4 Там был и Михаил Иоанн Ну, назвала имена Тут уже сомневаться не приходится Ну, теперь какое-то Медицинское учреждение Там аптека Поликлиника Еще-то Кто-то, видимо С частным делом заведует Ну, я пришел на это место Где ничего нету Ну, место-то то Я теперь вижу Кое-что Ну, все переменено Ну, 52 года назад Что спрашивать здесь Я когда это увидел Я уже духом чувствовал Что сердце мое Взыграет здесь Я не могу удержаться просто Здесь у меня Произошла встреча со Христом Здесь я родился свыше Здесь мне дал Бог Крещение Духом своим святым И показал водительство Духом святым Переход от смерти в жизнь Положил в меня Дух ревности огненной Как у Иеремии Я только возвращаюсь отсюда Корабль стоит Подвез меня этот Который Лоцманский корабль Ходит Подвез Подвез туда Я через Пальшборд Переступил И первому матросу Говорю Живем неправильно Христос умер за нас Он ждет Он руки к нам простирает Это первое мое было свидетельство Но к Михаилу я пришел Не сразу А на следующий раз Когда на берег сошел Я так подсчитал По трудовой книжке Получается 27 сентября 1962 года В 17.00 Когда я склонился молиться А они были тогда соединены Баптисты с 50-никами Говорение на языках Но Молиться Молиться Я стал молиться Достойно Читать Богородицу А они слышат Ветер то идет От них Бурное дыхание ветра Они глаза открыли Ну ладно Про себя подумали Потом мне расскажут Пусть так молятся А когда в дом К ним зашел я первый раз Они оба Небольшие ростом И черненькие такие А я насмотрелся Фильмы Тучи над Борском Как в жертву приносят А дверь у них открывалась Он сразу взял На ключ закрыл И ключ куда-то Дверь не открытая Я сразу присмотрел Табуретку Думаю Как ахну По окну то Я выскочу в окно Может там В другой комнате Люди есть Мысли то какие Зомби Это была Моя духовная родина Я к ним возвращался Потом с корабля пришлось уйти Работал И жил Здесь Но потом уже Господь меня повел Другим путем Пришлось уехать далеко Меня преследовали С братом уехал Его оставил здесь По глупости своей А его ночи лепить Так он и погиб Родной брат мой Иосиф И вот сегодня Мы находимся на этом месте Здесь Начало моего пути Все что у меня сейчас есть Наследие какое Книги Друзья Искренне и верное Всюду и везде Среди православных Католиков Протестантов Мусульман У меня везде друзья И везде враги Этого ничего бы не было Но во мне была ревность Я с детских лет Пяти лет Знал кем я буду Я хотел быть террористом Убивать коммунистов За то что они сделали С моей родиной Я это понимал Отец мне рассказывал Я тренировался в бокс Ходил в секцию Стрельбы То все ненужное Смертельно опасное Теперь Господь сделал Как Савва Тебя будут гнать И пять тюрем Лагерь за плечами И мы проехали нынче Это второе Заграничное путешествие Прошли по Турции Азербайджан Греция Италия Дошли до Португалии Лиссабон Повернулись сюда Бог дорогой Менял маршрут Полетел мотор Двигатель полностью Вот наша машина стоит Но это было в Швеции Это ужасное состояние Среди леса Остались И никуда Не двинуться Самые трудные В моей жизни Кажется Такие безвыходные Были минуты Мы только молились Движение Туда Одна дорога Никто не останавливается Но полицию Все-таки Кто-то вызвал А потом Когда мы Человеку подошли Мы увидели Домик Там Поговорили Рассказали Он Слово за словом Английские Мы Он там Понял Вызвал полицию А полиция приехала Тогда вызвали уже Этот Эвакуатор Я дорогой подсчитал Каждый километр На нашей рубле Стоит 400 рублей 400 рублей Вот прикиньте У нас Тысячу С лишним Евро Сразу сгладили А у нас Возвращаться И когда мы Были Там Какое Так Юр Как-то Юнгби Вот И там Добрый человек Указал Спросил Его Брат Виктор Вот Есть ли Русские Тут Русскоязычные Русские Да Есть Покажи Себя Он С ними Созвонился Приехали Людмила И Надежда Дочь Ну Советуем Всяко Мы-то Направляемся Куда В Осло Из Норвегии Из Осло Значит Стокгольм Швеция А оттуда Там На 28 На сегодняшний вечер Мы должны были Переплыть За нас Уже заплатили 387 Кажется Евро И Югумен Никита С Хельсинки А то едем На Турку А потом На Хельсинки Но Бог Изменил маршрут И мы видим Это Божья воля И Там Специалисты Осмотрели Машину Нельзя ремонтировать Показали Все Ничего Нет Там Ну Даже Жизни Никакой Нету А там Оказалось Что полетела Шестеренка Распредвала Какого-то Топливного Ну и Надежда Сказала Надо там Теперь Карлс Какой там Карлсхам Карлсхам Туда 150 километров Опять Нанимать Эвакуатор Туда И там Идут Уже В Клайпеду А Клайпеда Это Недалеко От Калининграда А там У нас Знакомый Дмитрий Булкин А он Оказался В Испании Но он Тут Немедленно Взялся За это Дело Какого-то Валентина Очень Хорошего Подключил И они Прислали Навигатор Этот Эвакуатор И нас Подцепили И все Расходы Дальше Они взяли На себя И в один День Разобрали Все Он сам По магазинам Покупал Запчасти Валентин Это все Они Ни копейки Не взяли За все И за ремонт И в один день Нас вытолкнули Оттуда Мы так боялись Потому что Заканчивается Срок Шенгенской Визы А мы еще Должны Пройти Ригу Таллин Ну и вот Мы оказались Здесь Оказался Здесь А дома Нет Но Нашли И я стою На том месте Рядом Где Жизнь моя Круто Изменила Своё Направление А с этим Вместе Тысячи людей Которые В моем доме Услышали о Христе Сколько людей Из них Обратилось Ко Христу Какаялись Преступники Это все Начало Здесь Это начало Было А этот дом Убрали Это памятник Был Ну Значит Может быть Образно И показано Что это Лечебное Учреждение И вот Теперь знают Здесь И лечит Я думаю Туда Пойти И подарить Книги Если бы Оно открыто Было Поблагодарить Людей Это женщина Которая Помогла Да Благословит Ее Господь И эта Женщина Которая Рассказала Старенькая Она рядом В ее окно Потому что Я ухаживала Помогал ухаживать за одной бабушкой, латышкой, в Ветсаузине. И от нее осталось книги, потому что у нее раньше умер. Я любил бабушек. И Библия была с Гюставом Даре, там, репродукции 70. Я очень просил, но мне ее не дали. У них такой тоже не было. А теперь-то у меня изнано 230 раскрашенных репродукций. Там сравнивать не с чем-то. Ну, и все равно я постараюсь здесь отдать. Брат, приготовь трехтомник, только трехтомник. Нового Завета. Да можно и для слова Божия нет ус. Подарю, если только работает это учреждение. Я здесь, когда она сказала, Михаилу, Анну, я вышел, и лестница также идет внутри, похожая. А у них там за куток, где мылись, там лестница с другой стороны заходили. И под ней маленький участок сделан умывальник. Ну, что там в умывальнике пахнет-то? Мыло. Больше ничего нету. Я тогда сходил, когда приезжал, ты там молился на коленях, там не повернешься. Для меня вот этот запах самый дорогой был в мире. Мне Бог дал великую-великую любовь к слову своему. Я забывал есть. До десяти часов в день проводил за этим. Работу искал такую, чтобы мозги не были заняты. Я все время размышлял, что считал. Нашел, кто работает рядом с работой, уже на стройке, когда работал здесь. И к ним бежал, ложился на пол, там негде сесть было, и считал Библию. Библия для меня сделалась путеводителем, дыханием, стуком моего сердца. И Бог дал мне встретить уже в Клайпеде людей из беспоповцев, поморцев, в которых был перевод, не перевод, а толкование Блаженного Феофилакта. Вот это у меня и издана сейчас Блаженного Феофилакта. А потом я уже через года два встретил продолжение, так как корабль ушел, я не все законспектировал. Уже тоже у старообрядцев Белокреницкого Согласия на Враженной улице Новосибирске. Это Блаженного Феофилакта конспектировал. По нему я преподавал в разных университетах не одно десятилетие. Я считаю, это очень-очень-очень ценный труд по всем святым отцам. И вот я с ним явился. Я знал, что племянницы, они это подписали, квартиру свою. Или, ну, чтобы ухажило, получило. Но получилось вот так. Вен-то, это река у них, Пилс, это дворец, замок. Мы тут, не знаю, будем или не будем ждать. Это как Бог даст. Потому что я хотел кое-кого найти. Ну, кого найдешь-то там уже. А баптистка я здесь, я нашел к нему, подъедем к этому молитвенному дому, где я первый раз шагнул, где услышал, я в окно увидел. Все сходится. Оно так и есть, все сходится. Ну, скамейки те. Где я склонился первый раз. Я у них тут на кафедре проповедовал у баптистов. Через три месяца уже. Три с половиной месяца прошло. И я уже, они выставили меня на проповедь. Но баптистом я не был, 50-ником не был. Ничего от них не получал. Ложась у них спать, я под одеялом продолжал креститься. На меня было давление. Они хотели, чтобы я был их. Но я увидел сон такой, что меня там люди определенно хотят обрезать. Я говорю, этого нельзя делать. Я верующий христианин. То есть, ну, каждый старается обрезать и похвалиться о вашей плоти, как Павел говорит. Хотя сами они не исполняют. Но потом я сюда приезжал, привез православную большую Библию, им подарил Михаилу Анну, когда они еще были. Ну, казалось бы, вы не церковь. Она испугалась за меня. Да как ты смеешь так говорить? Она такая кроткая была. Ты не боишься, дескать, это вот что? Я говорю, священства нету. Мы проигрываем и мусульманам, но у нас Христос. И мы сектантам. Но у нас есть святые отцы, каноны церковные. Священство, литургия, таинство. У них этого нету. А по всем остальном они лучше нас. Я сейчас помолюсь здесь, перед этим домом, воздам хвалу моему Богу. Я сразу оговорку сделаю, потому что у меня рука в перчатке. Вчера я повредил ножницами ладонь, и поэтому тут забинтовал. И все время у меня в кармашке там лежала одна перчатка левая. Я думаю, зачем она у меня лежит? Как оказалось, не знаю. Всю дорогу только для этого как будто была. Вчера я надел она как раз. У меня ни бинт не соскакивает, ничего. Так. Благословен Господь. Благодарю Тебя, мой Бог, Господь Иегова, за Сына Твоего Иисуса Христа, сошедшего с небес и воплотившегося через Деву Марию, который умер за мои грехи, который нашел меня здесь и дал мне новую жизнь, и не прервал ее среди страшных испытаний, которые Ты послал мне в жизни. Господи! Ты живой Бог! Как дух дышит где хочет, так Ты касаешься сердца, где желаешь. Ты позволил мне свидетельствовать родным, и брат мой стал священником православным, и родители умерли в вере, и братья и сестры нашли Тебя. Хвала Тебе! Да будет благословенно это место, Иисус! Помоги мне, Господи, с радостью донести этот крест, отвергаясь во всем самого себя, и следовать за Тобой, исполняя Твои святые заповеди. Нет иного Бога, кроме Тебя. Ты Бог, не любящий злое и творящий добро. Ты позволил найти это место. Хвала Тебе! Господи, Боже мой! Прими мою молитву и благодарение. Иисус, как Ты велик, как Ты славен! Ты нашел меня здесь, Господи! Ты дал мне любовь Твою святую, ты осенил Духом святым. Ты через Серафима Старовского показал, как важно стяжать Дух Святой, быть Водимым Духом святым. Ты дал мне столько друзей, архиереев, священников, и святую православную веру. Не пройди ни одной души. Сохрани нас в пути. Помоги исполнить намеченное. Послужить для людей, которые не знают Тебя. Найти Тебя, Господи! Я умоляю Тебя, соедини мою молитву с молитвой всех святых, молящихся на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех западышах нам молиться о них, кто помогал нам. И особо прошу о Сергее парализованном. Как много он помогает нам везде. Даже более тех, кто ходит, кто летает, кто передвигается. Ты дал ему этот крест. Помоги ему донести его достойно. Уста его не робчащие. Господь, это избранник Твой. Я молюсь о всем священстве и патриархе, чтобы был мир на Украине. Смири правителей, приведи страхом смятения. Над ними Ты есть царствующий, Господь господствующий. Мой Господь, Ты дал мне веру. Аллилуйя. Говори, мой Бог, Господь Иисус Христос, Отец, Сын и Дух Святой, Пресвятая Троица, слушай ты, слышай, трап твой. Аминь. Аминь. Что делает Господь, нам неведомо. И то, что у нас в пути, вот эта авария была с машиной, мы знали, нужно только благодарить. И мы все трое благодарили. Вот брат Николай Кручина. И сегодня, удивительно, не зная адреса, я наблюдал за ним сзади. Вдруг он поворачивает, Дух Святой его руками шевелит. Заворачивает в улочку, да куда он едет-то? Я говорю, надо еще раз узнать. Мы кое-что узнали. Подводит прямо, не навигатор не показывает, никто. Язык до Киева доведет. Но Дух Святой доводит это. И прямо к молитвенному дому подъехал. И дальше вышли, я говорю, я знаю, выходили вправо куда-то. И так все получилось. Каких братьев мне дал Господь? Какое единение в Духе Святом? Мы постоянно молимся после каждого города, где выезжаем. Господь с нами. И просим всех, кто расслышал это, возблагодарить Бога, кто бы они ни были. Я свидетельствую всем, как счастлив человек в скорбях и печалях, когда доверяется Богу. И нет иного Бога. Ты наш Бог, Господь Иисус Христос. Аллилуйя, аминь. И Игнать Тихонович хочет подарить в этот дом это здание стоматологическая поликлиника. в этот дом подарить книги. Раньше здесь стоял дом Карла Розенберга-18. Вот какое здание здесь построили. Но это было 52 года назад. дар четыре книги. Плава Богу за все. Как нельзя закрывать, застанно все отрежется. А? Давайте зайдем. Куда? Значит, в 62-м году я здесь жил и обратился к Богу. И здесь стоял 18-й дом. Не закрывайте только, пожалуйста. И я приехал, я здесь обратился к Богу, стал христианином. Работал на плоти. И теперь я издатель издал книги. Я приехал отблагодарить, кто здесь живет. Оказалось, аптека, я не знаю, что какое-то. Она испугалась, думала, ну, бородатые люди какие-то. Кто хозяин, она не говорит. Я бы привез книги отблагодарить. Как это сделать мне? Через кого? Хозяина-то нет, она-то просто угоршена. Объясните, чтобы она не боялась нас. У нас документы, паспорта, все у нас. Вот наша машина стоит сзади. Мы сказали, вызовите полюбку. Вы просто хотите оставить книги? Да, да. Просто, ну, да. Пусть они лежат. Да, я веду в Ригу сейчас. Хозяины ведут. Я дарю книги. Директор прошли. Чтобы оставили просто, чтобы книги эти были. Книги хозяину передали. А я даже не хозяйка. Мы все засняли. Данные. Мы дарим туда. Паспорта можем показать. Подожди, визиточку. Возьмите. Сейчас я за паспортом скажу. Визитку я дам. Ну, я покажу паспорт. Визитку не надо. Ты-то не заходил, ты на улице стоял. Так, возьмите наши визиты. Мы все сказали. Не надо визитку. Это сайт наш. Про нас там очень много написано. Нет, ну, положи пока. Я сейчас паспорт подержу. Смотрите, свой паспорт. Сейчас все паспорт. Ваши данные закрыты. Хозяин нужен. Который на этом месте. А нам сказала бабушка вот здесь живет. Что Михаила Анна жили именно здесь. А откуда вы здесь знаете, кто-то живет? Алтайский край, Барнаул. Я здесь к Богу обратился, к Христу. И моя жизнь стала другая. Я учился в Рижском ущелье, еще моряков. Наштурман. Пожалуйста. А это вот гражданский паспорт, посмотрите. Российский. Мы верующие православные христиане. От нас никакого зла нет. Мы только добро делаем. Посмотрите, пожалуйста. Мы прошли таможенную, все это. И сегодня мы уходим на Ригу. В Риге подарить книги. В центральной библиотеке. Сейчас поедем в Плайпеду, в библиотеку. Ну, в Плайпеду у меня 38 книг вышло, только 4. Мыли у Папы Римского, подарили Египту Франциску. Ну, все, запомнили. Мы ничего не нарушили, туда не заходили. Мы попросили хозяина только найти. Кто здесь местный, пусть бы принял от нас дату. Вы можете передать хозяину? Скажите, здесь был год 18-4, где я нашел Христа. Здесь диллюстрации Густава Гаррея. Тут книги, они видели у президента Лукашенко, у Путина. То есть эти, в самых центральных, в Листобоне были, в Париже. И здесь вот эта книга, вот эта книга, как бы для меня, я стою здесь. Вот посмотрите, сейчас покажу одну фотографию. Вот я арестованный иду. Меня коммунисты сажали. Я архипелаг Булаг в первой стране распространил и брал интервью, репрессированный. Я пять тюрем прошел. Я 10 лет полизаключенный. А эта книга, как бы про меня. Ну, она документы. Ему передайте, скажите, из Сибири были, тут фамилия наша. Так, подожди, минутку. Нашу музыку заложите. О, это сайт, огромный сайт наш. Мы благодарим, что пришли по моему дню. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Очень благодарны вам. Всего доброго. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Я выполнил, что хотел. Я не спросил, это еще в больнице или аптеках? Стоматологическая клиника. Стоматология. Вон как. Стоматология засними. Да, я уже снимал. Стоматология. Все. Благодарим вас. Спасибо. Пошли. Слава Христос. Хоть косвенно, но мы выполнили, отдали. Сейчас едем в библиотеку. Полиция, видите, они выполняют свою работу. Она-то думала, полиция, мы испугаемся, побежим, а нам как раз это и надо. И вот этот дом, вот эта женщина, которая здесь, вот эта бабушка, она больше всех помогла. А это ее вызвало. Видите, как все слагается. Поехали теперь в молитвенном доме у баптистов, где начался мой путь. Все. Я сажусь, а где мой ураганщик? Вот здесь, в 62-м году, в сентябре месяце, я увидел бабушку, которая несла сумки, а я моряк, пошел в кино. И я ей помог. И спросил, где молятся. А она указала, вот. Вот оно где. Это первый мой был шаг. По знанию Бога, священного Писания. Но здесь латышское собрание. И латыш тут вот в дверях спросил меня, откуда вы и кто. У них интересно, когда начинается молитва, подготовка, то они стоят дежурные и закрывают двери, как у нас 7 минут, и никого не запускают. И все вот здесь вот в шлюзе, в этом накопителе. Как там закончили молитвы, уже сама служба начинается у них, это баптисты. В это время он открывает двери. Мы теперь обходим вокруг. Видите, у них крест. Тогда бы этот крест еще, кажется, наверху был. Видите, какой он высокий. Ну, мы потом можем даже с улицы показать. Ну, тут ничего нельзя внутри показать. Во-первых, закрыто. Это закрыто? Ну, наверное. Ну, закрыто. Ясно, что закрыто. А вот в субботу богослужения у них нет. Мы второй раз уже приезжаем сегодня. Нашли Карла Розенберга в 18.4, а там ничего и нет. Ну, ты просто представить можешь к окну. Попытайся что-то снять хотя бы маленько. Вот внутри что там. Попробуйся в другом. Немножко будет видно, не будет. Вот маленько видно. Там сиденья. Игнать Тихович говорит, да, это этот же, тот же самый дом. Вот. Я всегда говорю о двух моментах. Это рождение свыше и водительство Духом Святым. Я здесь вот, ну, получил это я в доме. Не здесь. Еще раз представь, чтобы от света не было. Это и маленько видно будет где. Так, мое отражение видно. Ну, вот сейчас чуть-чуть видно, что там внутри. Вот мы и обходим с этой стороны. И тогда этот баптист мне показал. Там дверь у них идет, а тут вертрусское собрание идет. А тогда были баптисты, объединенные в 45-м году коммунистами с 50-никами. И они вот здесь, а дверь нам открывается и заходят. А тоже никого нет. Мы думали, что сегодня, а сегодня это 28 июня 2014 года. Суббота. У них собрание. А у них собрание нет. Мы посмотрим расписание. Сейчас вот выйдем, которое. Вот иди сюда. Надо показать, вот как скобейки, где я зашел, кажется, на второй скамейке. А дальше у них на простыне было... Поднимайся, буду давить тебя. На правом... А ну маленькое собрание-то. А на правом у них на простыне заповеди блаженства были. Блаженны нищие духом. Маленькое собрание так и есть. Я впервые прочитал... А тут я на кафедре проповедовал у них через 3,5 месяца. Знали, что я православный. Я у них ничего не принимал. Ни языков, ничего. Только дали в руки Библию. Давай-ка еще сюда посмотрим. Два окошка здесь. По обоим окнам мы... Вот. Нижнее стекло-то туманное. Ну хоть маленько дать представление. Где у меня духовная родина была. А вон там Библия лежит. Раскрытая Библия. Ну вот видишь, я бы подарил им книги, но никого нету. Вообще никого нету. А рядом тут какая-то забегаловка, там едят люди. Вот все. Наконец-то я нашел. И отсюда начался мой путь. И путь этот имеет начало для многих людей, которые уже по милости Божией через мои уста, через Слово Божие нашли Христа. Наша машина вот стоит. Пойдем-ка мы выйдем с той стороны. Я хочу увидеть. Подожди-ка. А где у них это объявление, когда идут? Богослужения-то. Да я не видел сам, не знаю. Я где-то видел это дело. Что может быть на том доме у них. Почему на том доме? Может быть. Ну там видно, что воскресные... Или там скорее всего работают кафе. А вот если у них креста наверху нету, там чайки только сидят. Видимо и не было. Это вот я на дверях, что там на стене, так посчитал. А вот у них, у Бабтица, видите, мозаика в виде креста. И вот здесь у них, может быть, именно на окне висела эта простынь, вышитая заповеди блаженства. Ну у них, я не увидел, где тут расписание. Ну сказали, завтра в 10. Я спрашивал у человека. 10. Мы не можем уже никак. Мы торопимся выйти из Шенгенской зоны. Это Рижская библиотека, Латвия. 14 этажей, огромное здание. Сегодня 28 июня 2014 год. Это мой брат, священник, птичисты приехали. Это статья на весь мир, мы ее везде проверим. В Лондоне. Так, расскажем. А куда положить кафе? А, вы можете выставить кафе, и вы вытяните. Кафе, вы можете положить, а потом выкладывать. Кафе, вы можете положить кафе, и вы можете положить кафе. Кафе, вы можете положить кафе, и вы можете положить кафе. По теме, после каждого, что говорит об этом с Крещенными Цветами, на каждом вопросе, я студентам отвечаю из шести поэтов. Видите, чем оно? Не просто поэта, а не играть по тематике. Что сказали не о революции? Что сказали о семье? Как прийти к миру? Неужели жить только для того, чтобы если Бог дал жизнь для святости, Бога подавления? Вот это вот поддельник. Это разбирается кара. Пасура моя, я, как служили с Библией. Как прийти к миру? Вот это их священное книру. И дальше, что об этом священное писание? Что разная память? Это мои стихи. 2004-2005. Вот так вопрос, если студенту задают. Я его включаю. А дальше делаю выдержки из караны и битвы. По сравнению. У них каких-то напалок, вообще не мягко. Как у вас здесь в Латвии, здесь корабля. Это вот отдельно, где корабля. Что за 300 лет было сказано? Как вам взять самый хороший приказ? Как вы, как приводные граждане, которые делают с программного рода, сделают там виды, развиты страны? А мы повторяли эти ошибки. И это все разбирается в осветительности. Вот так и называется. Первая коррекция, а вторая компания, ответы на скепление. Я этому посвятил в 52-м году, пока потерял в скеплении. И сам набирал на конфетке, реверс стал. Вот. Ну, здесь все, все понятно. Вот они все эти книги. Можно предложить, посчитать, посмотрите. Игнать Тихонович. Так. Мы оставим вам несколько наших визиток. Вот. Вот эти вот визиточки можете кому-то отдавать в наш сайт. Вот. Кроме того, вот эти четыре книги видели библиографию и визиток на Укатринах. Впервые, за 3000 лет, новый завет использовал с полным толкованием, с откровением. И мы 240 иллюстраций Густава Даре раскрасили. Идея. Они все здесь. Ну, вам прибыли те, которые не надо говорить, как они визиты. Да, да, я понимаю. А это как бы автобиографично, два священника пишут ко мне, как врачи без словах, как в дирек, как в тюрьме, как было, за слово Божие. Весь процесс, что судья, как мы отвечали, как реабилитация была после перестройки. Даже вот, ну, вам будет интересно. Вот я и говорю, сквально, это святые летят. Я полизакрещенный был. Солженицына в России я первый раз построил по всей стране. Это очень интересно. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, вот все. Да, спасибо. Мы просим вас помолиться. У нас путь был страшно долгий. Машина сломалась. На Волкаре, нас в Швеции притащили в Ренинград. Вы с Алтая едете куда? С Алтая куда мы едем, спрашиваю. Сейчас мы в Таллинн едем. И дальше у нас ставка. Мы заслали туда контейнер в 3800 килограмм. Теперь идем до север, до Мурманской. По северу работаем еще 110 город. У нас главный логич, что мы люди-братья. Ну, почему мы так живем? Я во всех моих частях у нас медицин преподавал, заключенные. То есть, ареал моей работы три радиопрограммы регулярно. Это все вложено здесь. Это практика, я не теоретик. Это практика, это практика, это практика, это практика. Спасибо. Потом. Я казалась. Продолжение следует...